Тактика и гармоничность расстановки фигур – вот самые главные принципы игры, которые нужны для удачной партии в шахматы. Ими и пользуется у стюжанка Татьяна Панькова. В этом интеллектуальном спорте девушка с детства. Выиграть и занимать призовые места ее научил ее дядя. Я шахматом научилась. Делать ходы – это очень просто на самом деле. Даже дети могут это делать буквально за одно занятие. За одно занятие можно понять, как ходят шахматные фигуры. Соревнования по шахматам дали с Татьяне довольно просто. Как таковой конкуренции не было, признается девушка. Уже как 4 года Татьяна Панькова занимается в шахматном клубе. Пришла сюда и практически с нуля нарабатывала технику. А сейчас составляет конкуренцию даже опытным шахматистам. И она достигла вот таких результатов, что в принципе в сельских играх заняла второе место. Я считаю, что это у нее большое достижение. И в клубе здесь она уже начала нас обыгрывать некоторых. И меня бывало обыгрывала, а сегодня вот обыграла. В общем, она и сейчас уже достойно играет. Я считаю, что ей надо продолжать заниматься шахматами. У нее это получается. Шахматы – одна из самых сложных игр всех времен. Партии могут длиться несколько минут, часов или даже дней. Эта игра требует внимательности, сосредоточенности и собранности. Важное правило успеха – играть с опытными соперниками. Таковым является Анатолий Владимирович Бобров. Стаж игры в шахматы порядка 50 лет. За плечами мужчины – тысячи партий. С четвертого класса школы я занимаюсь. Играл в шахматы. Ну как занимаюсь? Не всегда, конечно. В армии не всегда играл. Бывали моменты, в институте не всегда играл. Ну, по-разному было. Ну и здесь, в общем-то, работали. Было некогда ходить на шахматы. Но сейчас я на пенсии, поэтому время есть. У меня первый разряд по шахматам был. И сейчас я выполнил первый разряд. Занял второе место по городу. Научиться играть в шахматы несложно. Главное – желание и терпение. Ведь именно так можно стать одним из лучших в этом спорте. Юрий Воронин, Максим Колосов. Новости провинции.